Вот запись идет, но вообще в тумане, все. А тут еще кипра, здесь надо кататься. В итоге мы спустились вниз. Попробую сейчас пройтись по коллектору Копилки. Конечно, это очень полноводная, очень сложная века. Всем привет, дорогие зрители. С вами канал Андерволт и его ведущий Стэпболт. Мы сегодня хотим посмотреть одно достаточно уникальное место. Это плотина, которая была построена на Хопиловском пруду. Предназначалась она для спуска воды с Хопиловского пруда. И после того, как реку Хопиловку убрали в коллектор, сама конструкция плотины фактически полностью сохранилась. И что самое интересное, сохранилась рабочая часть затвора, она сейчас находится под землей в камере коллектора реки Хопиловка. И сейчас мы туда будем спускаться с снаряжения и снимать вот это вот историческое место, снимать эту плотину, то, что от нее осталось, то, что сохранилось там под землей. А тут еще кипра, здесь надо кататься. Пока мы тут вязались, я замерз так, что у меня даже камера в руках дрожит. Так что не подумайте, что это с похмелья. Это от холода. Ого! 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 В итоге мы спустились вниз. Сама плотина представлена здесь конструкцией, по которой передвигается шиберный затвор, благодаря которому и осуществлялось регулирование уровня в Хопиловском пруду. Дальше там где-то шумит коллектор реки Хопиловки. Конечно, чтобы передать масштабы этой камеры, сюда надо ставить человека. Напарник у меня сейчас снимает уже ближе к руслу коллектора реки Хопиловки. Но вот этот вот шиберный затвор, например, в два раза выше моего роста. А там впереди то, что слышен шум, это как раз коллектор самой Хопиловки. Но это общий вид плотины, как она и выглядела в те времена, когда функционировала, когда здесь был Хопиловский пруд, и, собственно, уровень воды в этом пруду и регулировала эта плотина. Получается, здесь задействовано было две крупных секции по три затвора. Всего шесть затворов. Один из них сейчас, кстати, поднят, можно видеть. И после того, как спустили Хопиловский пруд, сама плотина уже потеряла свою функциональную необходимость. Сам коллектор здесь тоже очень просторный. И там уже несет свои воды Хопиловка. Течение, конечно, очень сильное. Возможно, мы попозже попробуем прогуляться по коллектору Хопиловки. Ну, а сейчас самое время рассказать несколько слов об истории этого места. Начнем с истории названия. Откуда пошло название Хопиловка? Это абсолютно недостоверно и не подтверждено никакими документальными данными. Но ходят легенды, ходят молва, еще из, скажем так, старорусских легенд, историй, рассказов о том, что это место так назвали по имени Мельника, который в свое время на берегах этой реки основал немец. Звали его Хопилов. Ну, и, в общем-то, такое прозвище Хопила, оно о многом говорит о самом характере этого Мельника, о том, что он был изрядным капукой. Об этом и людская молва рассказывает, которая дошла из поколения в поколение до наших дней. Собственно, само это место, оно уникально. Это одна из старейших плотин, которая была построена на Хопиловском трубу. На самом деле было два пруда, Хопиловского, Малый и Большой. Эта плотина была построена на Большом Хопиловском труду в тот период, когда Малого труда уже не существовало. Малый Хопиловский пруд засыпали еще во времена императора Павла I. А Большой Хопиловский пруд, по разным данным, просуществовал до середины 20-х или начала 30-х годов 20-го века, когда здесь началась промышленная застройка, саму реку Хопиловку начали выбирать в коллектор. Ну и, соответственно, в этот же период был засыпан Хопиловский пруд. Плотина эта на момент, когда засыпали Хопиловский пруд, была погребена под землей фактически полностью. И отстоит она на небольшом достоянии от коллектора самой реки. В своем рассказе я немного ошибся в датах, говоря о периоде, когда спускали и засыпали пруд. Примерно датировать, когда же был засыпан Хопиловский пруд, можно, опираясь на старые карты и фотографии. На аэроснимке Москвы 1970 года пруда нет, и уже присутствуют гаражи. А на карте Москвы 1968 года Хопиловский пруд еще обозначен. Удалось найти старую фотографию строительства коллектора Хопиловки, датированную 1969 годом. Эта фотография отлично иллюстрирует масштабы коллектора. Таким образом, несложно заключить, что пруд был засыпан в период с 1968 по 1969 годы, а спущен он был ранее, вероятно, в 1930-х годах. Попробую сейчас пройти по коллектору Хопиловки. Конечно, это очень полноводная, очень сложная река, но сейчас испытаю вообще проходимый ли вот этот участок, возможно ли куда отправиться прогуляться. Хопиловка является крупным левым притоком Яуза и по площади водосборного бассейна считается шестой рекой, на территории Москвы в пределах МКАД, после Москвы реки, собственно, Яуза, Сходни, Сетуни и Городни. Однако, с определением длины русла Хопиловки не все так однозначно. Если оценивать ее длину вместе со стоками, сосенкой и серебрянкой, она составляет 15 километров. Кстати, видео о том, как мы нашли старинный мост, полностью погребенный под землю, вместе с коллектором сосенки, вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, которая сейчас появится в правом верхнем углу. Но вернемся к Хопиловке. Если оценивать длину ее русла от места слияния двух ее истоков, то она составляет 2,4 километра. Но и на этом не заканчивается сложность определения протяженности русла Хопиловки. Иногда считается, что Хопиловка берет свое начало вытекая из Черкизовского пруда, и в этом случае длина ее русла составляет 3,4 километра. Принципе, вполне покадина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров 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 А.Егорова Ну а мы решили рискнуть и потихоньку попробовать пройти по коллектору хапиловки. Интересно, что вдоль стен здесь идут бортики, и несмотря на это средняя глубина по колено. А если идти к центру коллектора, где глубокая часть, то глубина там, естественно, значительно возрастает. КОНЕЦ Ну а самый прикол то, что снарягу всю я оставил у плотины, где мы залезали, и, естественно, веревка там вверху закреплена. Поэтому, если кто-то решит вытащить веревку, то в лучшем случае нам придется набираться через ближайшие люки. А в лучшем случае будет видно. В низовьях коллектор хапиловки в основном собран из просторных прямоугольных блоков размером примерно 5 метров в ширину и 3 метра в высоту. С учетом периода его постройки и примененного открытого способа строительства, можно заметить сходство с возведенными примерно в это же время другими коллекторами, рассчитанными на высокую пропускную способность. Это, например, дублер исторического коллектора Неглинный, или очень интересное инженерное сооружение, отводящий канализационный коллектор, о котором у нас недавно вышло видео. Еще больше о малых реках смотрите в плейлисте «Подземные реки». Ссылка на него сейчас будет в правом верхнем углу экрана. А чтобы не пропустить новые видео о самых необычных подземных и заброшенных местах, не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. И, конечно, поддержите это видео вашими лайками. Этим вы поможете развитию канала. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!